Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве, но так или иначе выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть, смерть, смерть. Как же он был прав. Ведь одно дело использовать товарное производство как временную меру и жестко его контролировать. И совсем другое дело сказать, что у нас развивающаяся страна, у нас огромные достижения и победы. И раз товарное производство на первых порах и впрямь дает колоссальный прирост общественного продукта, то так и будем жить, догоним и перегоним Америку, построим коммунизм через 20 лет. Товарное производство, которое до войны служило необходимым условием уничтожения классов, после войны стало необходимым условием для появления классов. Росло влияние в экономике частного интереса отдельных предприятий, отдельных производителей. Отказ от попыток вывода централизованного планирования на более современный уровень путем построения автоматизированной системы управления экономикой, а газ. И принятие взамен этого косыгинских реформ послужило тому, что наступление капитализма стало неизбежным, закономерным, предсказуемым. О чем в те годы многие, кстати, и говорили, тот же Глушков. Или давайте обратимся к зарубежным коммунистам, которые тоже видели, к чему идет дело в Советском Союзе. Так в 1966 году по Эрнесту Че Гевара пишет. Предприятие, которое функционирует на основе потребительского спроса, таким путем измеряющее свою прибыль и эффективность своего руководства, не представляет собой небольшую редкость, ни что-то особо секретное. Это обычный образ действий капитализма. Но именно это происходит сегодня на некоторых предприятиях СССР. Тут важный момент. Капитализм тогда еще не оформился. Он оформится потом, в перестройку. Но стихия товарного производства уже начала выполнять свою роковую логику. Нельзя сказать, что против этой логики, становящегося капитализма, не было сопротивления. Оно было. Капитализму сопротивлялись. Но, видимо, недостаточно. Тут сказывается и послевоенная усталость, и повальное пьянство, кстати, тоже послевоенное. Также нельзя сказать, что в 30-е годы победивший социализм не испытывал на себе сопротивления логики капитализма, как внутри себя, так и снаружи. Чего стоит только масштабное вредительство на селе, да и в том числе на производстве со стороны агентов контрреволюции, которое, конечно же, не было больной фантазией Иосифа Виссарионовича, было реальным фактом. Очевидно, что перестройка произошла потому, что в этой борьбе победила логика капитала. Но это вовсе не означает того, что в СССР не было другой логики. Той логики, которая совершила Великую Октябрьскую революцию, привела рабочий класс к власти. И даже привела к уничтожению эксплуататоров как класса. И тут нельзя говорить о действии только одной тенденции, одной логики. В тот момент, когда налицо борьба. В СССР существовали эти две разных тенденции. Капиталистическая и коммунистическая. Таким образом, мы можем вывести тезис, что социализм – не представляемый, не идеальный, а самый реальный, самая реальная практика и история. В целом, социализм – это поле боя коммунизма с капитализмом. Хотя бы потому, что капитализм еще не уничтожен, как всемирное явление. И никто никогда не даст вам спокойно осуществлять теоретические представления об идеальном обществе на практике до тех пор, пока существует огромное количество людей, целый общественный класс, заинтересованный в том, чтобы общество было таким, какое оно есть, чтобы законсервировать его, чтобы прибыль, как и прежде, продолжала расти. И пусть ради этого придется затеять очередную войну. Если видеть в истории СССР только победившую в перестройку тенденцию и назвать только ее истиной, ведь практика доказала, и выводить из ее победы отсутствие коммунизма в СССР, то почему мы не можем с той же однозначностью посмотреть и на другую практику? На ту практику, которая привела к революции и создала СССР? На ту практику колоссальной народной стройки, которая развернулась только лишь благодаря тому, что люди впервые в истории человечества строили не по принуждению, а для себя. И тут еще нужно вот на что обратить внимание. Если перестройка произошла, то она же что-то перестраивала? Это что-то и было коммунизмом, но не как застывшим фактом, а как движением. А иначе это была перестройка и чего? И те люди, которые говорят, что в СССР социализма не было, то перестройкой чего была перестройка? Поэтому, когда кто-то говорит, что в СССР не было социализма, то он, конечно, прав. Но прав и тот, кто говорит, что в СССР социализм был. Но такая диалектика развития СССР требует от нас несколько иного понимания социализма. То есть социализма не как застывшие формы общественных отношений, обладающие какими-то критериями, а социализма как периода самой острой борьбы рабочего класса за коммунизм. И как показывает опыт СССР, чем ближе мы подходим к коммунизму, чем больших успехов добивается рабочий класс, тем сильнее сопротивление капитализма. Вторая мировая война – это и есть реакция мирового капитала на усиление коммунистической тенденции в мире. Фашизм же – это логичное продолжение развития тенденции капиталистической. Был ли в СССР социализм? Из нашего анализа мы не можем сказать «да» или «нет». Вообще «да» или «нет» – это тот ответ, которого от нас могут требовать либо откровенные враги, либо доброжелатели, незнакомые с диалектикой. Точно так же анархисты критиковали марксизм. Как же так, горячатся анархисты? Разве возможно, чтобы один и тот же предмет в одно и то же время был и хорошим, и плохим? Ведь это софизм, игра слов. Ведь это значит, что вы хотите с одинаковой легкостью доказать истинную ложь. Однако вдумаемся в суть дела. Сегодня мы требуем демократической республики. Можем ли мы сказать, что демократическая республика во всех отношениях хороша или во всех отношениях плоха? Нет, не можем. Почему? Потому что демократическая республика хороша только с одной стороны, когда она разрушает феодальные порядки. Но зато она плоха с другой стороны, когда она укрепляет буржуазные порядки. Поэтому мы и говорим, поскольку демократическая республика разрушает феодальные порядки, постольку она хороша, и мы боремся за нее. Но поскольку она укрепляет буржуазные порядки, постольку она плоха, и мы боремся против нее. Выходит, что одна и та же демократическая республика в одно и то же время и хороша, и плоха, и да, и нет. То же самое можно сказать о восьмичасовом рабочем дне, который в одно и то же время и хорош, поскольку он усиливает пролетариат, и плох, поскольку он укрепляет систему наемного труда. Если же понимать социализм не как что-то застывшее и имеющее определенный перечень критериев и характеристик, примеряя которые к обществу, мы можем увидеть, есть ли там социализм или его там нет. А понимать социализм как то, чем он себя показывает на практике, а период борьбы, в котором могут быть как свойства коммунизма, так и свойства капитализма. Тогда социализмом стоит называть то общество, которое осознанно преодолевает капиталистические черты в году коммунистическим. А если общество не строит коммунизм, опираясь на науку, если общество отошло от дел и никак не влияет на свою жизнь, то есть пустило ход своего развития на самотек, то конечно стихийное побеждает, взывая к жизни прежние якобы естественные порядки. И тут может быть в начале, на старте, сколько угодно коммунистических критериев, все они пропадут, все они будут съедены стихией товарного производства.